Всем доброго вечера! Я решила тут с вами поужинать. Я тут сварганила собу, горечневая лапша. Вообще она какая-то слегка странная. По-моему, сын соевская или еще какая-то. Короче говоря, последний раз, когда я ее покупала и варила, она выглядела по-другому. А еще у меня тут типа мясо с томатом на сметане. Свинина в смысле. С какой-то там морковкой. Я что-то глянула, как в сковороде в глубокой делают гуляш и решила делать. Но забыла, что пару ингредиентов положить и вообще совершенно забыла про лук, но чеснок тут есть. И подумала, раз я такая вот, как говорит Яковлева, баба бабская, сварганила поесть, что бы мне не поесть на камеру. Ну и почему я ем тут? Потому что у меня сегодня купилась, приобрелась очень хорошая подружка. Или друг, не знаю. Электрическая мясорубка. Постановлю я ее из-за того, что там можно в ней потереть какой-нибудь орк. Потому что сегодня Лёля делала салатик. Кому интересно, гляньте инстаграм. И чуть было салатик не получился строю. Потому что умудрилась я как-то... Ну, не знаю, как получаться, но у меня почему-то получается, не знаю, как у людей, стабильно травмировать лапки. Чуть больше, чуть меньше, чуть-чуть и почти травмировался. И я вот сегодня подорвалась, как говорит моя тетя, хоть мы с дядей и некромные родственники, но если клюнула в одно место, то вот приспичила и поехала покупать. Ну, в общем, по всему поводу кухня у меня сейчас слегка занята. На столе у меня там сохнет то, что надо было сначала немножко промыть, перед тем, как пользоваться, и решила я поесть вот здесь. Ну и... Сейчас, кстати, ткнусь. Я уже немножко попробовала. Я что-то даже время не заметила, сколько это у меня мясо тушилось, жарилось и тому подобное. Но попробовала перед тем, как положить на тарелку. Оно вполне себе съедобное оказалось. Вообще, ну, у меня это мясо было сменено, отложено на... Как он там, плов, но что-то я как-то вот решила гуляшик. Для любопытной варваре нос оторвали. Нос оторвали. Кот у меня тут лезет, куда не просят. Все, он мне сегодня что-то бесится. Так как микроволновка, его любимое место бытия, там сначала немножко стояли кое-какие запчасти от мясорубки, то он у меня бесится просто сам по себе уже. Поесть мне сегодня плод явно не хочет давать. Короче говоря, вот так как микроволновку было занято, то он решил мне, видимо, сегодня отомстить и бегать везде, где только можно. Вплоть до того, что бедный штатив, как он вообще выстоял еще. И, как я поняла, епошки, чисто из их аниме, из аниме точнее, любят есть в компании. Типа в компании вкуснее, да? Ну, не знаю мне, как в компании вкуснее, не вкуснее. Мы тут с Юлькой обсуждали вконтакте, в Лишке эту тему. Она говорит, ну, говорит, с кем-то приходится есть культурно. Одна, говорит, можно большими кусками. Мне, так честно, неудобно, когда, допустим, мне кто-то в гости приходит, есть он не хочет, и в момент, как раз, когда я там хочу есть, собираюсь есть. Мне жутко неудобно есть перед человеком, который приперся в гости, и сам, типа, есть не хочу. Некоторые знакомые были, они специально приходили тогда, когда вот я собиралась обедать или ужинать, и сидят, и вот так и в рот смотрят. Или сожри что-нибудь, или в рот не смотри. Хотя вот тот факт, что я вроде как ем тут на камеру, и это смотрят люди, и потом тоже есть собираются, вот про это я как-то не думаю. Ну, ничего, я заговорила. Есть такой мальчик, маленький, Ханяфи. И вот он, говорят, плохо кушал, а потом вдруг что-то стал смотреть меня и стал хорошо есть. Так вот, мальчик маленький, Ханяфи, кушать надо хорошо всегда. Ест ли при этом Лёлька на камеру или не ест. Такие дела. Надо было, конечно, взять ножичек, салфеточку, но я что-то как-то вот взяла вот эту тарелочку, держу её так это подальше от кота, ибо мы люди такие, точнее животное такое, что глаза заведущие, лапы загребущие, а есть возможно и не будем. Но как-то из одной тарелки с котом есть. я чё-то к этому ещё не готова. Кусочки были, кстати, с салом, ну или жиром, не знаю. Я думала, сало, но как-то по рецепту практически. Стопиться его не будет. Или наоборот, с ним есть будет не особо вкусно, а вполне так нормально. Вообще, по-моему, у меня эта сова полгода, наверное, ждёт, когда я её съем. Сегодня только пачку открыла. Я тут подумала, если люди любят есть, точнее смотреть, как кто-то ест на камеру и идут к холодильнику. Мне одна подписчица писала, что, ну, типа она так любит, сразу идёт к холодильнику. Это, наверное, вредно для диеты, если вы худеете. С другой стороны, если не смотреть, как кто-то ест, то можно ведь и не есть. Тут ещё у меня укроп сушёный. Ну и соль, естественно. И в макарошках сливочная маслица. Что я что-то сначала подумала о соевым соусом их полить, но фиг знает, вдруг он не будет сочетаться с этой свининой. Изначально-то я планировала и морковку, и лук, но что-то достала из морозилки морковку, нашинкованную заранее, и заранее замороженную. А про лук совершенно вообще забыла. Я когда вспомнила, подумала, что, наверное, уже полк. Ммм, Лёля, пора сонок. Пойдём, Лёлька всё-таки сходит за салфеточками. Вот только-таки взяла салфеточек. Не, я заранее не планировала это снимать. Если бы планировала, то как бы подготовилась более тщательно. И не сидела бы сейчас тут. Я вот что хочу сказать. А как-то морковка, если её в сметанке или на свином сале потушить, так поджарить в сковороде высокой, с толстыми стенками под крышкой, то она уже вкусная. Салфеточек 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 салфеточек. Единственное, про что я забыла, про чай. Ну, я иногда чай пью уже где-то через час после того, как поем. Вам так делать не советую. Всё-таки надо еду как-то запивать. Я тут ещё слегка простуженная. Но я думаю, воздушно-капельный путь через камеру не передаётся. И вам всё не глядит. Только сейчас поняла, что соду, наверное, нравилось посолить, когда я её варила. Ну, у меня, в принципе, этот недогуляш тоже посоленный был. Я подумала, что одной соли хватит в одном месте. Но что-то как-то можно было бы и ещё. Всё. 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 Как говорит Маша, это птичка, которая ест половину своего веса. Я думала, что не осилию эту порцию, там она особо была разделена на четыре такие полосочки, упаковочки маленькие, бумажки перевязанные. Я сначала подумала разделить на две, но видимо я и хотела. Птичка. Внезапно усел. Спасибо за компанию и прощивайте.